мир вашему дому друзья сегодня я хотел поделиться интересным стихотворением в нашем детстве собирались у нас люди разного рода по праздникам и просто побеседовать о христе были собрания там вот и на этих собраниях рассказывали стихи пели песнопение говорили о боге и вот одно стихотворение мне очень сильно запомнилось я будучи ребенком по моему еще не умел даже читать вот уже как-то переживательно его слушал потом когда подрос то есть почему-то я всегда не мог сдержать слезы потом тем более когда уже сам читал и в общем сейчас я попытался потренироваться но к сожалению я опять же не смог без слез потом все думаю ладно думаю с первого дубля начну сегодня я хотел поделиться этим стихотворением для вас возможно кто-то его уже знает ну это хорошо вот а может быть кто-то не знает послушайте я думаю будет очень полезно в конце я назову автора стихотворение называется молитва матери друзья заранее прошу прощения быть может и не время это вспоминать но я вот вспомнил 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 все мгновенно деревню нашу дом отца и мать отец и мать мне часто говорили сыночек милый к богу обратись ежедневно обо мне молились но я любил совсем другую жизнь вино друзья и сотни развлечений мне ослепили сердца и глаза и ослепленный с диким наслаждением смотрел я в рюмку а не в небеса молитвы для меня страшнее я добыли о боге я и слышать не хотел летели дни я жил в грязи и пыли и думал я что это мой удел мне не забыть наверное на веки тот страшный день отец не умирал из материнских глаз слез вытекали реки а я стоял хмельной и бормотал ну где же бог твой что же он не спасает он исцелитель что же ты не встаешь и с богом люди тоже умирают и ты отец как все в земле сгниешь он улыбнулся и сказал сердечно я жив еще а ты сынок мертвец но знай что мертвым ты не будешь вечно и вскоре посетить тебя творец отца похоронили мать молилась втройне молилась о душе моей потоки слез что за меня пролились я буду помнить до скачания дней но тогда я думал по-другому было против не мать мне с каждым днем и вот однажды я ушел из дома глубокой ночью словно вор тайком тогда кричал я вот она свобода теперь я волен в мыслях и делах не знал тогда я то что жизнь болото ступил на кочку и увяз в грехах и жизнь меня как щепку закружила водовороте суеты и зла начале хорошо кружиться было но вскоре закружилась голова и вскоре стал ужасной страшной мукой мне каждый круг и каждый оборот я волю напрягал и до боли руки но жизнь водоворот водоворот друзья какое лживое обманчивое слово водовороте самый первый круг у если в жизнь моя могла начаться снова со мною был единственный и самый лучший друг круг развлечений в золото одетый меня своим сиянием ослепил я был слепцом не видел рядом света и в страшном мраке по течению плыл вино источник зла и тысячи лишений приятный круг оскольких он сгубил но есть источник жизни и спасения не пил я из него я из бутылки пил но кто же мог спасти меня от смерти от тех кругов влекущих так на дно не человек не человек поверьте ответьте кто же но ответьте кто метался я не находя ответа и вот однажды летом в сильный дождь на улице я друга детство встретил увидев земляка почувствовал я дрожь предстал предо мною милый образ глаза печальной и мокрой всегда забилось сердце задрожал мой голос и вырвались бездушные слова ну как-то мать меня хоть вспоминает наверное давно уж прокляла хотел заехать все до времени хватает сам понимаешь что работа то дела дела работа помолчал бы лучше твои дела не трудно угадать я расскажу но только сердцем слушай про то как позабыла тебя мать сейчас подожди когда сбежал ты мать твоя от горя вся посидела ведь тобой жила и каждый день в любую непогоду шла на распутье и тебя ждала и руки простирая своих богу молясь во имя пролитой крови она стояла влитая в дорогу столпом надежды веры и любви ну а когда стоять было не в силах когда она в постель совсем слегла кровать к окну подвинуть попросила смотрела на дорогу и ждала его слова стремительным порывом с души сорвали равнодушие в раз я задрожал и прошептал пугливо скажи что с ней она жива сейчас сейчас не знаю уезжал дышала в ее бреду услышал я слова сыночек милый ты пришел я знала а ты работа говоришь дела я побежал под стемнутый как плетью одним желанием жгущим как огонь увидеть мать не опоздать успеть бы упасть пред ней раскаяться во всем вокзал и поезд и одно лишь слово в висках стучало молота сильней хотел не думать но напрасно снова я слышал лишь одно скорей скорей вот поезд стал я вышел от волнения меня трясло и что-то жгло в груди я в ночь шагнул дрожащий страшной тенью от пламени горевшего внутри знакомая дорога и деревья и только незнакомый сердце стук вот кладбище за кладбищем деревня могилы и отца я вспомнил вдруг и ноги как-то сами повернули и в тишине зашелестев листвой меня к его могиле потянули заросший и заброшенной тропой я шел до боли напрягая зрение знакомая березка значит здесь впервые в жизни встал я на колени прижав к щеке холодный мокрый крест отец прости безумную ошибку ты прав ты жив я слышу шепот губ стоишь ты предо мной твоя улыбка а я зловонный сгнивший мерзкий труп но я заботой и любовью к маме сотру все прошлое клянусь тебе и ты мой папа будешь сердце с нами а если если мать уже в земле и сердце снова бешено забилось и оглянулся тьма низги кругом и вдруг луна окрестно сосветилась я увидела рядом свежий холм да лишь луна и звезды только знают как я со стоном на могилу пал и мамин холмик обнимал рыдая и землю по сыновей целовал ты слышишь мамочка прости родная не надо не молчи открой уста давай молиться вместе дорогая встань мама слышишь умоляю встань но холм молчал дыша могильным тлением кругом не звука словно мир уснул и вдруг я понял кто мне даст прощение и своплем книгу руки протянул и эта ночь последней стала ночью в моей безбожной жизненной ночи она открыла мне слепые очи она мне влила в сердце божий мир с тех пор живу я с господом иисусом моя в нем радость счастье чистота и никому сказать не побоюсь я что я не мыслю жизни без христа когда вижу пред собой картину заплаканную сгорбленную мать а рядом гордого напыщенного сына оси души мне хочется сказать вы матери имеющие сына прострите ваши руки к небесам и верьте что молитвы ваши сильны творить и после смерти чудеса вы сыновья забывшие о боге взгляните на молящийся мать и встаньте рядом чтоб своей дороге вам эти слезы не пришлось пожать стихотворение николая николай шалатовский вот такой стих который еще в детстве меня пробирал до глубины души ну и сейчас не оставила равнодушным и надеюсь вас не оставит равнодушным так что всем мира благополучия и матеря не унывайте молитесь не ослабевайте молитву господу о своих детях аминь а а а а у а у Субтитры создавал DimaTorzok